Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это обзор моего проекта с волосами, который можно купить на CGTrader или Artstation. Купив данный проект, Вы сможете создать свою уникальную прическу, используя Ornatrix модификаторы, отталкиваясь от данной прически. То есть расчесать, подстричь, поменять цвет волос и так далее. Кстати, за эту цену я могу с этим помочь. Перенести данную прическу на Вашего персонажа, расчесать, настроить материал, подстричь или сделать новую прическу. Также, используя данный проект, Вы можете сгенерировать волосы для Real-Time Render или для Вашего скульпта в ZBrush и 3D-Coat. То есть сгенерировать специальные плейны, на которые можно назначить или запечь текстуру волос для Real-Time Render. Или сгенерировать Mesh для скульпта в ZBrush или 3D-Coat. То есть Вам не нужно будет скульптить с нуля волосы для Ваших проектов. И с этим генератором Вы также сможете их расчесывать, добавлять модификаторы, получать разные прически в виде меша, используя тот пресет, который я подготовил. Давайте теперь я подробно расскажу о том, за что Вы платите деньги и что в итоге получаете. Итак, распаковав архив, который можно скачать после покупки, Вы получите такой список файлов и папок. Среди них будет папка с fbx-obsh. Это Mesh волос для тех, у кого нет Ornatrix. То есть та прическа, которую я создал и конвертировал в Mesh. Ее Вы можете использовать в своих скульптах или других проектах. Импортировав данный файл, Вы увидите такую голову с волосами, бровями и ресницами. Немного упрощенными, стилизованными и конвертированными в Mesh. Как я и сказал, я могу помочь с пересадкой волос на Вашего персонажа. То есть, если у Вас есть какой-то скульпт персонажа и Вы хотите перенести на него эту прическу, как-то ее модифицировать, подстричь. Я могу с этим помочь. Но учтите, что это предложение действует только для волос для Production Renderer или Sculpt. С Real-time волосами я уже не работаю. Также в архиве Вы найдете папку с рендерами. Она Вам может пригодиться в том случае, если Вы занимаетесь организацией проектов на своем компьютере. А ниже идет папка ZBrush 3D-Code. В ней Вы найдете проекты с Mesh'em волос для Ваших скульптов. Так выглядит ZBrush проект. В Subtool находится сама голова, плюс волосы, ресницы и брови. Благодаря Subtool, Вы можете работать отдельно с каждой частью. И то же самое в 3D-Code в проекте. Если Вы его откроете, Вы увидите отдельный Mesh волос, бровей, ресниц и головы. Но это не самое главное в этом проекте. Если у Вас есть Ornatrix Plugin, Вы можете использовать данные сцены для генерации Real-time волос, Mesh волос для Вашего скульпта и генерации волос для Production Renderer. В данном случае Vray Next. Но опять же, при желании Вы можете поменять рендер на другой. Только, пожалуйста, перед открытием этих сцен, учитывайте одно правило. Все JPEG-файлы, которые являются масками для Ornatrix, должны лежать в одной папке с этими сценами. Как видите на экране. Это Clump Mask, Length Mask и Distribute. Итак, давайте я покажу все сцены, которые есть в архиве. Scene with Mesh Hair. Обычная сцена без Ornatrix, в которой Вы найдете голову с Mesh волос. Это практически тот же самый проект, как в ZBrush и 3D-Code. Один из покупателей как-то просил меня сохранять такие сцены. Поэтому, я думаю, кому-то она еще пригодится. Следующая сцена Scene Hair Mesh Generator for Sculpt. Эту сцену Вы можете использовать для генерации волос для Ваших скульптур. Или 3D-печати в ZBrush или 3D-Code. Сейчас я расскажу о ней. Открыв данную сцену, Вы увидите Mesh волос, созданный с помощью Ornatrix. И естественно, без этого плагина, Вы не сможете его редактировать. Также у Вас должны быть базовые знания модификаторов в Ornatrix, чтобы в полной мере использовать все возможности данной сцены. Но для тех, кто не имеет этих базовых знаний, я расскажу о разных моментах, которые помогут в работе с этой сценой. Я думаю, что после просмотра данного видео, Вы сможете создавать свои уникальные Mesh волосы с помощью данной сцены. Или редактировать уже имеющиеся. Итак, для того, чтобы открыть список модификаторов для редактирования данного Mesh волосы. Вам нужно выбрать вкладку Ornatrix на шельфе и нажать данную иконку. В итоге, Вы увидите список модификаторов, которые можно использовать для получения Mesh волос. И также, Вы можете добавлять другие модификаторы. Это как бы пресет для начала работы, с которым уже можно получить Mesh для Ваших скульптур. Я хочу сразу предупредить, что здесь не будет подробного обзора всех настроек каждого модификатора, так как это не урок. Я лишь хочу показать те функции, которые Вы можете использовать для получения конечного результата без знаний Ornatrix. А далее, если захочется больше, рекомендую смотреть мои уроки и документацию. Опять же, как я и говорил ранее, я могу редактировать эту прическу для Вас и пересадить ее на Ваш Mesh. Так вот, чтобы расчесать гиды, из которых формируется данный Mesh волос, заходим в Edit Guides, модификатор и выключаем все остальные модификаторы. Этот модификатор можно использовать для расчесывания стрижки или добавления своих гидов. Например, Вы открыли данную прическу и Вам хочется оставить только челку или добавить свои детали. Это делается очень легко. Нажимаем на данную иконку и выбираем нужную часть гидов. Например, выделим эту часть. Теперь инвертируем выделение с помощью Ctrl-Shift-I. И нажимаем Delete. Кнопка Delete находится чуть-чуть ниже данных иконок. Как видите, все очень просто и Вам не нужны углубленные знания Ornatrix. Чтобы расчесать данные гиды, выбираем иконку расчески. Внизу у Вас появятся разные инструменты для редактирования и о них Вы можете почитать документации или посмотреть мои уроки. А я в свою очередь покажу основу, которую можно уже использовать сейчас. Например, выбрав данную иконку, Вы можете расчесывать гиды. Если Вам не нравится, как гиды тянутся от корней и Вы хотите влиять на них только в области кисти, не нарушая остальную форму. Спускаемся ниже и выключаем Optimize Strand Geometry. И тогда Вы сможете влиять только на ту область, которая попадает в специальный круг кисти. Выбрав данный инструмент, Вы можете подстричь гиды в любой области. Используя B, уменьшаем радиус и подстригаем. Давайте я оставлю данную часть, удалю остальное и поговорим о том, как же рисовать свои гиды в пространстве. Для этого снова выбираем данный инструмент. Спускаемся ниже и выбираем Draw Strand Tool. Этот инструмент позволяет рисовать гиды на поверхности или в пространстве. После того, как Вы кликнули на Draw Strand Tool, идем в Tool Settings и редактируем настройки. Если я рисую в пространстве, я всегда включаю Apply Smoothie и выключаю Draw Alone Surface. Чтобы гид не проецировался на поверхность во время рисования. Количество точек ставлю равным 70 для плавности формы. И теперь можно нарисовать любые гиды, где угодно. После чего возвращаемся в Attribute Editor и редактируем их. Сейчас они выглядят плоско, поэтому нужно выбрать инструмент вращения и немного трансформировать данные гиды. Если поворот не работает, спускаемся ниже и выключаем опцию Modify Roots. После этого Вы сможете поворачивать гиды в любом направлении. В любой момент Вы также можете сгладить форму гида с помощью данного инструмента. Достаточно поставить максимальное значение параметра Brush Strength и включить опцию Optimize Trend Geometry. После чего аккуратно редактировать гид и обрезать ненужное. Это все, что я хотел рассказать о редактировании гидов. Теперь включаем все модификаторы и в Hair From Guides выбираем формирование волос из гидов. И лично для генерации меша я рекомендую использовать данную опцию, если Вы новичок в Ornatrix. Если Вы знаете Ornatrix достаточно хорошо, то я думаю, что Вы сами определитесь, какой метод генерации волос использовать. Просто благодаря этой опции, Вы получаете точную копию гида в виде меша. Сейчас я удалю эти два модификатора и чуть позже объясню, зачем я их использовал. А теперь я создам новый Change Width. С помощью данного модификатора можно редактировать толщину геометрии. Обычно, кривую я делаю такого вида. Кстати, если Вам не нравится, как сейчас выглядит меш волос, Вы можете выбрать модификатор Mesh From Strands и в его настройках увеличить количество сторон. И в том же Change Width, отредактировав кривую, можно получить совсем другую форму меша. Я думаю, Вы понимаете, какие открываются возможности перед Вами после покупки данного проекта. Теперь давайте я Вам объясню, зачем же я все-таки создал те два модификатора Change Width и остальные модификаторы. Я снова открыл сцену в том виде, в котором она была. Опять же, в Hair From Guides выбираю использование гидов. И теперь приступаем к обзору модификаторов и для чего я их использовал в данной прическе. Когда Вы генерируете Mesh для скульпта, иногда Вам не нужна сверх детальная сетка и с помощью модификатора Detail Вы можете оптимизировать количество полигонов. Если уменьшить значение Viewpoint Count, Вы уменьшите количество полигонов в меше волос. При этом, форма станет менее плавной. Далее, модификатор Normalize Trends я использую для контроля пересечений. Допустим, если Вы поставите значение Resolution равный 10, Вы сразу же увидите, как волосы выровнялись должным образом и они совсем не пересекаются друг с другом. И наконец-то поговорим о том, зачем же я все-таки использовал два Change Width в этой сцене. Если Вы вернетесь в Edit Guides, то Вы увидите два разных цвета для разных группы гидов. Именно в этом модификаторе, Вы можете назначать разные группы для любого количества выбранных гидов. Тем самым, влиять на отдельную группу с помощью разных модификаторов. Поэтому, я создал два разных модификатора Change Width для отдельного контроля толщины для разных групп. Я думаю, те, кто скульптят волосы знают, что часто для красоты и интересной стилизации недостаточно однородной толщины волос и хочется это как-то контролировать. Например, в данном проекте Вы можете влиять отдельно на толщину волос верхней группы и получать такой стилизованный эффект. Следующий модификатор Push Away From Surface я использую для того, чтобы исправлять влезающие волосы в Mesh. И контролировать силу отскока от Mesh головы. Давайте я снова оставлю какую-нибудь часть, чтобы показать Вам работу этого модификатора. И как Вы можете его использовать в данном проекте. Например, если данную часть расчесать таким образом, то Push Away From Mesh исправит это недоразумение. И именно с помощью параметра Distance, можно настроить расстояние отскока волос от Mesh головы. И последний модификатор Mesh From Strands я использую для конвертации волос в Mesh. Именно здесь Вы можете выбирать тип Mesh и настраивать количество сторон. А после того, как Вы будете довольны формой, это все можно конвертировать в Mesh и экспортировать в FBX или другой формат для ZBrush и 3D-Code. Для этого кликаем на самый верхний объект и нажав правой кнопкой мыши, выбираем Delete History. Таким образом, Вы конвертируете Ornatrix объект в Mesh, на который можно назначить любой материал и экспортировать любой формат. Это все, что я хотел рассказать о сцене для генерации Mesh волос. Следующая сцена Real-Time Hair Gen позволяет сгенерировать Plane из этой прически для Real-Time Render. Открыв данную сцену, Вы увидите такой же объект Ornatrix, только уже с пресетом для генерации Real-Time волос. Во-первых, в Mesh From Strands включены три опции для генерации специальных UV-координат для дальнейшего использования в назначении текстуры волос. Также я добавил модификатор Transfer Normals, который делает то же самое, что и Transfer Attributes, находящийся в Mesh, но без заморочек. Я думаю, те, кто работает с Real-Time волосами, 100% знают, для чего это используется и в чем его польза. Как и в предыдущей сцене, Вы можете редактировать волосы с помощью Edit Guides, настраивать Poly-Count с помощью Detail. При желании удалить ненужные части в том же Edit Guides и еще больше оптимизировать Asset. Можете назначить те же группы, добавить свои гиды, подстричь, все то же самое, что и в предыдущей сцене. И самое главное, если Вы выберете самый верхний модификатор и удалите историю, Вы получите готовый Mesh для дальнейшей работы с Real-Time волосами. На этот Mesh можно назначить запеченную текстуру волос, так как у него уже сгенерированы специальные UV-координаты. Я сразу хочу предупредить, что этот проект не генерирует текстуру волос. Он просто создает нужный Mesh для дальнейшей работы. То есть в конечном итоге, у Вас будут low-poly волосы без текстур. Но с нужными UV-координатами, которые можно редактировать. И последняя сцена, которую Вы найдете в архиве, это та, с помощью которой я получил такой рендер. То есть с нею, Вы найдете Ornatrix объект для Production Renderer с настроенным материалом под V-Ray NEXT. В этой сцене только голова с волосами, без материалов кожи, глаз и так далее. Ведь я продаю волосы, а не полноценного персонажа. Поэтому, все лишнее я удалил с этой сцены, в том числе и источники света. Открыв данную сцену, Вы увидите такой объект, который включает в себя Ornatrix волосы со всеми модификаторами. Которые Вы можете редактировать с настроенным материалом V-Ray NEXT. Также данная сцена включает Ornatrix объект с ресницами, которые Вы также можете редактировать, как хотите. И есть Ornatrix объект с бровями. Используя данный проект, Вы можете получить рендер волос такого качества. Вы также можете использовать свои материалы и отрендерить в другом рендере. Но я рекомендую V-Ray NEXT. Так как в данный момент V-Ray самый крутой материал волос с Hair Glint и Glitter эффектами. И конечно же, имея базовые знания, Вы можете редактировать эти волосы, как хотите. Пересадить их на другого персонажа или я могу помочь с этим. То есть расчесать, пересадить на Вашего персонажа, подстричь и например, поменять цвет, если захотите. Это все можно обсудить, как и сроки выполнения и другие условия. Это все, что я хотел рассказать о данном проекте. Если Вы купили данную модель, пишите мне и мы обсудим все детали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...